На театральной площади новинка этого года – 50-метровая арка, сияющая более полутора тысячами светодиодных ламп. В этом году стала ярче главная елка. Ее дополнительно украсили еще 60 метров гирлянд. Преобразились и деревья вдоль улицы Горького. Ветви и стволы засияли разноцветными огнями. Приоделась в новогодний наряд и одна из главных выездных магистралей – Пионерский проспект. Площадь поющих фонтанов также радует глаз световой иллюминацией. Подключились к созданию новогоднего настроения и частное предприятие. Многие отели, кафе и магазины зазывают к себе ярким оформлением. А Анапский водоканал традиционно украшает не только фасад здания, но и большую прилегающую территорию. Так, благодаря усилиям администрации и ответственных руководителей предприятий, с наступлением темноты Анапа погружаются в настоящую сказку. Однако есть в ней и темные невзрачные страницы, которые портят общий облик. Руководители многих торговых объектов не посчитали нужным вносить свой вклад в создание праздничного настроения. Оказались неготовыми к Новому году даже большие торговые центры с десятками магазинов. О социальной ответственности, похоже, здесь не знает никто. На сегодняшний день большинство объектов в Анапе украсили свои объекты, привели их в новогодний вид. У всех есть замечательное украшение новогоднее настроение у наших людей, которые приходят. Но, к сожалению, есть такие объекты, которые до сих пор не соизволили даже повесить гирлянды. Просьба ко всем коллегам уделить внимание и создать новогоднее настроение не только нашему городу, но и тем людям, которые приедут к нам на новогодние праздники, на новогодние каникулы. До Нового года осталось без малого 10 дней. Еще есть время, чтобы засветиться в городской среде. А те объекты, которые так и не впишутся в общий праздничный облик, в первую очередь оставят темные пятна на своей же репутации. Субтитры создавал DimaTorzok